И в завершение о том, как историки пытаются разгадать загадку крушения немецкого самолета «Юнкерс» под «Интой» в 1947 году. Его сейчас хотят вывезти и отреставрировать. К слову, случаев падения самолетов в истории нашей авиации немало, и сегодня их обломки находят в Комелесах. О некоторых исторических авиакатастрофах Евгения Кладкевич. Последний рейс «Юнкерса» до сих пор вызывает немало вопросов. С какой целью он совершал полет? Кто еще, помимо пилотов, был тогда на борту? И почему обнаружить самолет удалось лишь через 34 года после аварии? Предполагается, что последний роковой рейс «Юнкерс» совершил из Усть-Цильмы в Иркуту. Скорее всего, это была вынужденная посадка. Либо топливо кончилось, либо потом уже мы, когда спрашивали, говорят, оледенение могло быть, потому что тогда пурга была большая. Вы знаете, мы расспрашивали у некоторых людей, почему, неужели никто не знал об этом самолете. И тех, кого мы спрашивали, несколько человек говорили, что да, мы знали, что там самолет есть. Но мы об этом молчали. Мы спросили знакомого якута дядю Колю, участник войны, он в винте, по крайней мере, срок отбывал, как попавший в плен. Мы его спросили, Морозов дядя Коля, почему вы раньше не сказали? Он говорит, ты знаешь, я 10 лет отсидел, поэтому, говорит, по новой испытывать судьбу мне не хотелось. Николай Алексеев, как слово, был главным инициатором поиска самолета. В 1981-м, наслышанной историями про немецкий самолет, лежащий где-то в болотах, в компании таких же энтузиастов, он устраивает летную поисковую экспедицию. Обнаружить Юнкерс удалось лишь с третьей попытки. Однако вывезти и отреставрировать самолет тогда не было возможности. Этот самолет в данном случае однозначно является одной из частичек, что ли, немецкой военной машины, двинутой на нас в годы Великой Отечественной войны. Поэтому в данном случае у него будет, ну что ли, две стороны. Первое, что это кусочек войны, которую мы победили, в которой мы победили. И второе, что это техника 30-х годов. Загадка еще одного воздушного судна таится в районе поселка Мандыч Сыктывдинского района. Самолет, предположительно, американский Дуглас, совершил вынужденную посадку на болоте. Сразу после аварии летчики покидают судно, а через некоторое время на место прибывают солдаты, вытаскивают и увозят ценное авиационное оборудование. А сама железная птица навсегда останется лежать вблизи Мандыча. Попыток эвакуировать и выяснить, что же на самом деле послужило причиной той аварии, по словам историков, никогда не было. Со временем самолет был разобран местными буквально по частям. На болоте остались лишь неподъемные и ненужные в быту детали. Тут возникает интересная коллизия. Дело-то в том, что авиакатастрофы, авиапроисшествия на территории республики Коми современные, они известны в принципе-то. Но они известны в том случае, если это самолет именно ГВФ, подряды подразделения, которые были у нас, ну потом Коми управления гражданской авиации, или НКВД, которые здесь располагались. Про это есть информация, она в общем-то известна. Но происшествий именно вот Мандыча, именно с этим самолетом, информации об этом отсутствует. Понимаете? И возникает вопрос, чей это был самолет. Вокруг самолета изначально было немало споров. Одно время предполагалось, что посадку совершил вовсе не Дугласа, а Ли-2, его советская копия. В те годы выполненная по американским образцам модель была одной из самых популярных в СССР. В 2020-м части самолетов компания единомышленников и журналистов решает осмотреть активист Максим Попов. В результате группа обнаружила несколько серийных номеров, шасси, покрышки, а еще детали, на которых четко прописано «Made in USA». Мне это говорили изначально, старики еще, что да, там еще, они мне даже, по-моему, говорили год. В 1947-й год приземлился американский самолет Дуглас, они в один голос, все об этом утверждали. У меня даже где-то, допустим, колпачки есть, там, в которых написано «Made in USA». Кстати, там на фотографиях видно покрышки. Очень многое говорит о том, что это американский самолет. Поставить точку в споре, русский или американский – это самолет, позволит лишь осмотр двигателя. Однако пока сделать это не удалось. Двигатель глубоко в земле. Не меньше загадок осталось и после авиакатастрофы Ту-134 под Сыктывкаром в 1986-м. Самая надежная на тот момент «Тушка» совершает рейс в Иркута-Москва. Через час сорок после взлета в багажном отделении происходит возгорание. Едкий дым быстро распространяется по салону. А на борту тем временем 92 человека. Потушить пламя не удается. Ни аэродрома, ни даже обычной дорожной трассы для экстренной посадки рядом нет. Ситуацию осложняет плохая погода. Все время самолет летел в облаках. Облакоплотные, как в молоке, все равно. К концу крылья не видно было. Через 9 минут после возгорания Ту-134 совершает аварийную посадку прямо в лесу. От удара первыми отламываются хвосты крылья. Среди выживших начинается паника. Татьяна Щербакова тогда была еще ребенком. Ее четырехлетнюю из салона полуразрушенной тушки вытащил незнакомый мужчина. Маму девочки спасти не удалось. Когда самолет упал, там образовали щели. И там уже такая была неразбериха, что люди начали просто лезть по этим щелям. Он меня вытащил и сразу произошли взрывы. Из 92 человек в живых остались 38. Истинная причина возгорания до сих пор неизвестна. Специалисты лишь предполагают, возможно, в багаже кого-то из пассажиров находилось запрещенное к перевозке самовоспламеняющееся вещество, например, кислота. Или же пожар стал следствием неисправности в работе бортовой системы. Так или иначе, узнать истину уже вряд ли получится. Современная авиация Коми, отмечают ее ветераны, уже не та. Если раньше самолеты и вертолеты были главным транспортом в республике, полеты совершались даже между самыми маленькими населенными пунктами, то сегодня авиасообщение в основном межрегиональное. Своих самолетов Коми пока немного, но радует одно – качество и надежность современных птичек с каждым годом лишь улучшается.